Кранотский заповедник совместно с правительством Камчатского края представил на конкурс проект под названием «Заповедная Камчатка. Земля людей, медведей и лососей». Он признан лучшим среди 115 проектов из других регионов России. Всего в финал вышли 10 заповедных территорий. Они получат финансирование на реализацию предложенных проектов. Туристко-рекреационный кластер наш – это не столько, наверное, туристический проект, сколько экологический и проект по поддержке местного населения на юге Камчатки. Наша задача – разгрузить Курильское озеро, которое сегодня доступно только по вертолетному сообщению, сделать его доступным по автотранспорту и найти много новых туристических продуктов и маршрутов вокруг Курильского озера для разгрузки потоков туристов в разные места. Проект – это модель развития южнокамчатского заказника. Заповедную территорию планируется расширить и добавить к ней инфраструктуру в ближайших поселках, тепличное и сельское хозяйство, а также решить транспортную проблему района. Тогда юг Камчатки будет доступен для туристов круглый год. У нас сейчас, допустим, Курильское озеро посещают конец июля, по середину сентября. Если мы расширим сезон и сделаем таким образом, чтобы к нам приезжали и зимой, и осенью, в разные совершенно периоды, а еще и подключим в этот процесс местное население, чтобы там останавливались в гостиницах не просто прилетали и улетали, а вот именно, чтобы там еще какие-то радиальные маршруты показывали, чтобы была задействована сфера услуг, которые могут быть задействованы местные жители. Во-первых, модифицируем вообще экономику этих поселков. Кроме южно-камчатского заказника, финансирование получил и Кранотский заповедник. Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики выделено 20 миллионов для оборудования долины гейзеров и обеспечения природоохранной деятельности.